Здравствуйте, уважаемая аудитория команды «Темеров Лайф». На прошлой неделе вышло два скандальных ролика в отношении министра внутренних дел Крымской Республики, генерала-лейтенанта Ниазбекова Улану Макановича, который является сватом нашему президенту. И поэтому администрация канала обратилась ко мне через соцсети, чтобы я дал свой комментарий, поскольку там в двух роликах затронута история нашей войны с главным милиционером страны Ниазбековым. Поэтому я сегодня пришел в студию и готов дать интервью со всеми подтверждающими документами. Вот мой паспорт, пожалуйста, Гаврилов Алексей Станиславович, гражданин Крымской Республики, который в настоящий момент, благодаря действиям Ниазбекова, на сегодняшний день я потерял самое дорогое в своей жизни, это свою единственную мать. Тот юридический беспредел, который устроил Ниазбеков и связанная с ним команда судей, прокуроров, подчиненных ему следователей, судебных исполнителей. И вот сейчас повлекли отчуждение нашей трехкомнатной квартиры по адресу город Бешкеп, улица Миталиева, 817, которая на сегодняшний день, вот хотите верьте, хотите нет, но оформлена на гражданина Аширкулу Лукинчбека, который является жителем села Аманбаева Корабуринского района Таласской области. И не зря он ходит и оказывает давление на моих всех соседей, где я прожил более 13 лет, что он является одноклассником, земляком, родственником министра внутренних дел и что я ничего не добьюсь в нашей стране ни по линии судебной защиты, ни по линии генеральной прокуратуры, ни по линии МВД, даже не по линии ГКНБ Крымской Республики, которую возглавляет генерал Ташиев. На сегодняшний день квартира отчуждена. На 11 декабря назначен процесс выселения в Ленинском районном суде, на которое Ниасбеков определением судьи Каримбаевой привлечен в качестве участника судебного процесса. Получается, что Ниасбеков и еще группа лиц, которых судья Каримбаева, известная своим скандальным решением по радио Азотека, привлекла на процесс, хотят повторно отобрать то, что уже ранее отобрали и переоформили. И где же справедливость в нашей стране? Они отобрали наш бизнес, уничтожили. С Ниасбековым, когда познакомились, моя фирма занималась, мы и сахаром занимались, и ГСМ занимались, и занимались автоперевозками. Сколько людям мы давали рабочие места. Да, а это, как известно, постоянно наши высшие должностные лица государства говорят о привлечении инвестиций, чтобы молодое поколение училось, росло, не уезжало из Кыргызской республики, что всячески будут способствовать, всячески будут охранять. Но на самом деле, в действительности, оно все происходит по-другому. И суть нашего конфликта, она началась еще давно. С Ниасбековым Уланом Макановичем, 28 августа 1975 года, рождения уроженцем села Аманбаево Карабуринского района Таласской области, я знаком в бытность, когда он работал оперативным сотрудником финансовой полиции по Аламудынскому и Сокотинскому району. Данный район известный контрабандный соседним Казахстаном. Наша фирма, где я был генеральным директором, была крупнейшим импортером сахара песка в Кыргызскую республику. Он останавливал наши грузовые автомашины, перевозившие груз по его территории, якобы за недостаточностью грузосопроводительных документов, но после предъявления ему лично, был вынужден отпускать без какой-либо мзды. Кстати, у Ниасбекова есть три страсти в жизни. Это автомашины, номера и атрибуты роскоши. Примерно в 2008 году мне стало известно, что он из финансовой полиции перевелся в МВД и его перевели в Баркенскую область, которая также славится своими преступлениями в части контрабанды, поскольку граничит с Таджикистаном и Узбекистаном. Перед революцией 2010 года Ниасбеков работал в лицензионно-разрешительной системе ГУВД и имел доступ к секретным материалам и полностью по выдаче лицензий на оружие. В 2010 году, как известно в Апельской революции, после нее министром внутренних дел становится покойный генерал Шербулот, уроженец Монавского района Таласской области, который находится по соседству с Карабуринской, который назначает Ниасбекова своим помощником. Теперь о связях с ОПГ. Есть или был, может быть, уже ранее такой известный мастер станции техобслуживания Волков Иван, тоже 1975 года рождения. После указанной революции он пригласил меня на встречу с неким высокопоставленным чиновником из МВД по поводу возврата нашего дома по адресу город Бичкек, улица Каралаева, 27. Да, действительно, этот дом принадлежал моей покойной матери до декабря 2009 года, пока она не продала его покойному мере сущим камерам, оформив его на его жену Осей. Ниасбеков предложил этот дом вернуть за определенное вознаграждение, используя связи во временном правительстве, поскольку все знали, что Милис Ишимканов возглавлял наблюдательный совет цари Центрального агентства развития инвестиций и инноваций, где председателем был сбежавший Максим Бакиев, которого Ишимканов при жизни обучал кыргызскому языку, готовя на место его отца Курманбека следующим президентом Кыргызской республики. Тогда Ниасбеков оставил свое предложение вместе с красивым номером 0555-2708-88. Позже я стал заниматься импортом ГСМ и автоперевозками по СНГ. Тогда Ниасбеков познакомил меня со своим дядей, известным трейдером ГСМ Маликом, который ранее уже был в репортажах расследований «Темеров Лайф», у которого была совместная с Чекербаевой Алмакан автозаправочная станция под названием «Москва» в селе Петровка. Далее они расстались после судебной тяжбы в пользу дяди Ниасбекова. И теперь мне становится ясно, почему. Видимо, что они тоже в судах добились, чтобы у данной женщины отобрать заправку. Волков Иван, кроме автосервиса, будучи уроженцем села Семеновка и Сыкульской области, состоял в тесной и близкой связи с покойными криминальными авторитетами Кальбаевым, Камчубеком, Анапияевым, Алмамбетом и осужденным в Казахстане за создание ОПГ и контрабанду на таможне Джапасовым и Сболом. Джапасов близко общался в 2010 году с Ниасбековым, так как он его знал как оперу полномоченного по тем районам, через которые он занимался контрабандой таможенные посты в Казахстан. Но через какое-то время их отношения охладели. Осенью 2010 года Джапасов женил своего двоюродного брата Абды на дочери на тот момент криминального авторитета из Карабалты, Бокушева Алмаза, который в настоящий момент отказался от своих воровских идей, получив доступ на таможенный пост «Чалдобар», где влияние имела другая группировка «Меркенские». Спадьба проходила с торжественным участием Кальбаева. В 2012 году на Волково написали заявление родителей Сергея Костырина, которые якобы с Ниасбековым, Джапасовым и Кальбаевым загладели дорогостоящим автомобилем их сына марки «Лексус 570» 2009 года выпуска с госномером 49-ки БКУ. Для издания УВД Первомайского района Волково отпустили по указанию Ниасбекова. Костырин Сергей – это друг Максима Бакеева, проживающий в Белоруссии, осужденный в Кыргызстане на срок 30 лет как председатель Манасбанка, занимавшийся легализацией имущества, полученного преступным путем. От Волково я слышал о наличии у Кальбаева спецсталона МВД, который выдал ему якобы Ниасбеков. Данный документ в виде ID-карты размером или водительского удостоверения, номерной, в основном выдается сотрудникам 7-го главного управления МВД, в котором за подписью министра указывается «Документы и груз не проверять, а оказать содействие». Кстати, с помощью Ниасбекова член ОПГ Волков получил служебное удостоверение внештатного сотрудника Службы внутренней безопасности МВД, закрепленного за оперуполномоченным Службой внутренней безопасности Малдопиевым, чтобы его не останавливали и не досматривали сотрудники МВД. Встречу с Ниасбековым устроил мне Волков насчет приобретения грузовых автомашин в рассрочку. Во время обсуждения условий сделки Ниасбеков позвонил своему близкому знакомому, небезызвестному для всей кыргызского народа Матраимову Раимову, у которого в тот момент было более 600 грузовых автомашин для перевозки ТНП и не только по странам Центральной Азии, с целью включения моих машин в его команду. Матраимов ждал меня в Аше, но я не поехал на встречу и знакомство. После чего Ниасбеков дает указание Яралиеву Саиду, который занимался только дорогостоящими легковыми авто и джипами, связаться со мной, получить технические характеристики и мне поставить автотранспорт. Я передал по своим расчетам им 155 500 долларов США и данные ОСО Тунгуч Транс, где я был и являюсь учредителем и генеральным директором. Однако Ниасбеков и Яралиев запрошенные мной пять машин посчитали за 235 000 долларов и вот так образовался мой долг перед ними. Позже на меня выходили с просьбой для срочно вернуть данный долг Талай Расалеев по кличке Моби ОПГ Кальбаева, покойный Чопунбаев Улан по кличке Хоп, владелец Блондер Паба, в котором убили самого Кальбаева, вместе с ним сфотографировавшийся Кельдебеков Ахмат, экс-депутат по кличке Хаммер. После моего отказа Ниасбеков пригласил меня в здание МВД и предложил проехать к Кальбаеву для урегулирования долговых обязательств, поскольку якобы эти деньги принадлежат Кальбаеву, который я задолжал Ниасбекову. Я согласился, сказав, что это будет первым случаем в истории СНГ, когда вор в законе и криминальный авторитет ходатайствуют за погашение долга милиционеру. После чего Ниасбеков подумал и сделал предложение. Я ему предложил вернуть две грузовые автомашины и сделать взаиморасчет, чтобы не было никаких долговых обязательств, и мы спокойно с ним жили. Ниасбеков взял время и предложил вернуть не две, а три машины и поставить на стоянку строительно-монтажного управления, финансово-хозяйственного управления МВД, которое он возглавлял, по адресу Бишкеки, Газгородок, улица Кронштадтская, 17. После того, как я поставил и передал ключи начальнику стоянки, А на тот момент начальником стоянки указан был Джапаров Рахат Усенбекович, а это является родным братом нашего председателя кабинета министров Джапарова Акубека Усенбековича. В настоящий момент он сейчас возглавляет, является заместителем председателя главной службы исполнения наказаний Кыргызской республики, то есть ему подчиняются все тюрьмы в нашей стране. То для меня двери стоянки были закрыты. Не Азбеков Волк, не Азбеков Волков, и нынче начальник главного управления ГКМБ по городу Бишкек, Джумабеков Салмор, уроженец Карабуринского района Таласской области, составили и написали мне записку в виде, если так сказать, простым языком, который понимает, наверное, народ, в виде воровской малявы, что я получу свои три автомашины, если я отдам не Азбекову 200 тысяч долларов США, то есть на 120 тысяч 500 долларов больше, чем я им должен был. Данный документ я предъявил на тот момент заместителю председателя ГКМБ Кыргызской республики, директору антикоррупционной службы Садегалееву Бектену, который сказал, что это почерк не Азбекова, и судебно-почерковеческая экспертиза не требуется, поскольку недавно он уже писал объяснительную после скандальной статьи о кадрах министра внутренних дел Рысалиева, который также и является уроженцем Таласской области, о его назначениях на основе тройбализма по территориальной принадлежности так называемой Таласизации МВД. Средства массовой информации указывали, что незаконно, досрочно, не Азбекову призвоили звание полковника милиции и назначили начальником финансово-хозяйственного управления МВД. Это то самое управление, которое проводит все тендера, все закупает для нашей милиции, а численность милиционеров Кыргызской республики, по-моему, превышает 18 тысяч человек. После получения нашего заявления объяснительной, антикоррупционная служба ГКНБ стала адвокатом Незбекова. Его известили, и он тут же лег в стационар госпиталя МВД на больничный, чтобы в отношении него не велись следственные действия. После моего обращения в управление по борьбе с коррупцией Генеральной прокуратурой Кыргызской республики, заместитель управления Балкасымов-Куан поведал мне, что в бытность работы в прокуратуре Ламдунского района к нему приходили заявители афганского происхождения, то есть те самые иностранные инвесторы, которые работали в нашей стране, с письменным заявлением, что Незбеков забрал у них под залог личный Мерседес, который сотрудники прокуратуры обнаружили на территории отдела финансовой полиции по Ламдунскому району. И история с подворением автотранспорта на служебную стоянку повторяется. Да, иностранцам прокуроры вернули автотранспорт. Прокурор управления Ищеналиев Турус оперативно выехал с понятыми на базу строительно-монтажного управления ФХУ МВД, опечатал наши три грузовые автомашины, допросил брата председателя кабинета министров Джапарова Рахата. После чего Незбеков принес в управление Генеральной прокуратуры номера машин и ключи, но под давлением прокурора Ищеналиева, который потом, как стало известно, является тоже его сватом, заставил меня написать расписку на 79 500 долларов США на имя министра внутренних дел Незбекова сроком погашения 31 декабря 2013 года. После чего прокурор Ищеналиев, будучи заинтересованным лицом, вынес постановление об отказе возбуждения уголовного дела, в котором прописал, что Незбеков финансировал члена ОПГ Кальбаева и Ралиева и узаконил его незаконную предпринимательскую деятельность в должности полковника милиции. Как известно, согласно закону о государственной и муниципальной службе, закону о прохождении службы в органах внутренних дел, должностным лицам категорически запрещено заниматься каким-либо бизнесом, работать честно на государстве и получать заработную зарплату. Вот данное постановление я принес в студию. Здесь пишут, что полковник Незбеков дает Иралиеву, который состоит на оперативном учете как члена ОПГ Кальбаева, 40 тысяч долларов США. А вот официальный документ Генеральной прокуратуры с их подписью и печатью. Это копия. Оригиналы находятся все в Европе, поскольку гарантировать мою безопасность в нашей стране не могут в настоящий момент ни Джапаров Садыр Нургожаевич, народом избранный президент, ни Ташиев Камчега Дышаевича, которому по данному факту я уже год, каждый месяц записываюсь на личный прием. Но есть определенные лица заинтересованные, чтобы я не попал на личный прием к Ташиеву, потому что я могу полностью изобличить те все преступления, которые совершил СПАД президента, ныне действующий министр внутренних дел Незбеков. Вот, пожалуйста, оно имеется в наличии. Я его оставлю в редакции. Кто захочет, с этой копией всегда может ознакомиться. Через неделю после вот этого постановления об отказе и возбуждении уголовного дела я был вынужден отдать Незбекову свою автомашину марки Toyota Land Cruiser 200 доверенность выписать на человека, указанного Незбековым, членом ОПГ и Ролеевым. Незбеков написал мне расписку на 50 тысяч долларов США, которые, что он получил в качестве погашения долга. В настоящий момент в отношении моей квартиры, с чего я начал свое выступление, ведется уголовное дело. Оно уже пятый год расследуется и не может передаться в суд. Так вот в рамках материалов данного уголовного дела имеется расписка, вот это на 50 тысяч долларов США, после чего она ставит в ступор наших следователей проводить какие-либо следственные действия в отношении главного милиционера нашей страны Незбекова Улану Маккановича. Март, апрель и май месяц 2013 года каждый день лица, а именно Незбеков, ОПГшник Иралиев, Волков, тоже ОПГшник, каждый день мне звонили и требовали вернуть 29 тысяч 500 долларов США. Это тот самый остаток, который остался после того, как они у меня забрали мою автомашину и переоформили на третье лицо. После отказа моего рассрочного погашения, поскольку в расписке была указана иная дата, то есть 31 декабря 2013 года, они инициировали возбуждение уголовного дела в отношении меня следственным отделом УВД Свердловского района по заявлению гражданки Чернышовой. Ну, почерк узнаете. Кто не нравится Незбековым, какой бы он пост не занимал, сразу данное лицо, независимо это гражданское лицо, бизнесмен, оно сразу подвергается уголовному преследованию путем возбуждения уголовного дела и по возможности водворения в СИЗО. Почему? Потому что в СИЗО, как известно, там уже власть имеют лидеры организованных преступных группировок и по ихней иерархии все остальные бандиты. 22 мая 2013 года, перед тем, как следователь данного указанного УВД Свердловского района пригласил меня на предъявление обвинений, указанные трое лиц предложили мне заехать в сауну, встать на колени и извиниться, и досрочно погасить долг, на что получили мой нецензурный отказ от меня. После предъявления мне обвинения в нанесении телесных повреждений без единого свидетеля адвокат потерпевший Баки Кулдашев написал ходатайство на проведение комиссионной судебно-медицинской экспертизы, хотя позже его сын был задержан сотрудниками антикруцеглобной службы ГКРБ в рамках дела, где оперативники и внештатники УВД Свердловского района подкидывали наркотики и вымогали денежные средства. Почерк узнаете? Ты Мирову наркотики подкинули по заявлению какой-то женщины, без свидетелей, что они там устраивали бурбулятор и прочее после скандального расследования, и в итоге человека незаконно депортировали из страны, при этом неазбеков добился решения Верховного суда Кургызской Республики и узаконив полностью свои действия. Все, у него один и тот же шаблон он использует. Следователь назначил комиссионную экспертизу, но тот факт не учел, может и не знал даже, что на тот момент на назначение в 2013 году директором Республиканского бюро судебно-медицинских экспертиз при Министерстве здравоохранения Кургызской Республики был гражданин Бегилеров Ильяс, уроженец, как вы думаете, в Таласской области, откуда родом и неазбеков. Данную должность он получил после апрельских событий 2010 года, не без помощи улана неазбекова. Выгодно же, когда главный судебно-медицинский эксперт может узаконить убийство. Любые, все, что с человеком, с его здоровьем связано, любые заключения будут как первая и первоначальная экспертиза судебно-медицинская, так и комиссионная, так и комплексная. То, что разрешается нашим законодательством. Результат экспертизы был сфальтифицирован для утяжеления статьи обвинения мне с целью водворения в сезон номер один по плану неазбекова, чтобы возместить свои деньги теперь уже через так называемых черных, ОПГшников и бандитов, поскольку он был с ними тесно завязан. Адвокат заявил, ходатайство взятие под стражу, однако сотрудники прокуратуры выступили против, оставив мне подписку о моем невыезде из города Бишкек. Дальше очень интересные моменты продолжаются с моим уголовным делом, так же, как и с уголовными делами всех личностей, кто выходит против неазбекова. 1 августа 2013 года мое уголовное дело поступает в суд Свердловского района. Председатель Свердловского районного суда утром отписал дело одному судье, сообщил мне мой адвокат Цой Владимир, которого секретарь проинформировал о дате и месте судебного разбирательства. Однако на следующий день ему позвонил секретарь судьи Гелезидиновой Инары Ильгизовны и назначил иную дату судебного заседания. Как стало известно, что во время того, как неазбеков работал оперуполномоченным финансовой полиции Почуйской области, то судья Гелезидинова работала следователем финансовой полиции. Поэтому она уговорила председателя уголовное дело отписать свое производство, чтобы меня осудить и отправить в тюрьму, где Кальбаев имел, как вы знаете, все безграничные влияния. Благодаря мои адвокаты смогли добиться в Бишкевском городском суде отвода Гелезидиновой. И дело передали Есеналиеву-Нурбеку, который наставил в настоящий момент является председателем Бишкевского горсуда. Не добившись со своей подругой Гелезидиновой, неазбеков, будучи начальником финансово-хозяйственного управления МВД, подает иск в Ленинский районный суд о взыскании меня суммы в размере 1 млн 484 тыс. сомов на основании вон той расписки, которую он получил под принуждением прокурора Есеналиева. Накладывает арест на две мои квартиры, хотя на тот момент его заработная плата, как точное управление, не превышала 25 тыс. сомов в месяц. Получается, молодой полковник милиции в своем исковом заявлении указывает, что я ему нанес ущерб в сумме, за которую он получил бы теоретически за 6 лет работы в МВД, при этом, что он ни одного сома не тратил на жизнь. После получения решения суда, Ниазбеков отдал мой номер телефона, который не меняется некому Тохтамамбетову Усену, известному бизнесмену, чей брат Асан Тохтамамбетов на тот момент занимал должность начальника управления уголовного розыска ГУВД города Бишкек. Вот видите, как все связаны милиционеры между собой. Усен мне предъявил решение суда в пользу Ниазбекова по социальной сети WhatsApp, и сказал, что им поступило устное право требования 29 500 долларов США в Сомах, так как автомашина была куплена у них. Получив мой устный отказ, он сказал, что они сами разберутся с Ниазбековым, после чего их отец написал заявление в ГУВД Чуйской области по факту мошенничества, куда меня пригласил Асан Тохтамамбетов на разбирательство. Как недавно в расследовании Тиммеров Лайф обратно фигурировал то же самое управление уголовного розыска ГУВД города ГУВД Чуйской области, которое забрало на свое разбирательство российского бизнесмена, который был лишен с помощью милиционеров 750 тысяч долларов США, что по курсу в настоящий момент составляет более 60 миллионов сомов. Только после вмешательства сотрудников управления собственной безопасности МВД меня отпустили из здания ГУВД Чуйской области, потому что я их известил, что сын не может объективно рассматривать заявление своего отца. В ходе ротации МВД Асан Тохтамамбетов был назначен позже начальником РОВД Сукулугского района Чуйской области. После назначения министра внутренних дел Джуна Шареевым Кашкара Слахановичем была выявлена связь Асана Тохтамамбетова с покойным криминальным авторитетом Чингизом Джумагуловым по кличке Дюэ, смотрящего за Чуйской областью, в которой они с братом бизнесменом, который ко мне обращался по заявлению Неазбекова, подарили дорогостоящий джип, за что его и уволили из органов внутренних дел. Теперь я верю, что при помощи последнего они могли получить свой долг с Неазбекова, а Неазбеков сдал эту информацию в отместку министру. Мы с нашими адвокатами добились назначения повторной комиссионной судебно-медицинской экспертизы с привлечением независимого частного судмедэксперта, которого не то что не любят, его просто ненавидят по сегодняшний день в Республиканском бюро судебно-медицинских экспертизм Министерства здравоохранения Шареевского Куата, так как он был ранее их руководителем. Моношев Марат, начальник отдела комиссионных экспертиз и судебно-медицинской экспертизы, написал судье отказ проводить совместно с Шадыбековым комиссионную экспертизу. Судья Исин Алиев, который нынче возглавляет горсуд, без прокурора, без меня, без моих адвокатов, в приостановленном им же на время производства экспертизы в уголовном деле вынес постановление об исключении из списка экспертов Шадыбекова как специалиста, хотя он ранее своим определением включил его как эксперта. Когда Моношев, начальник отдела комиссионных экспертиз Республиканского бюро судебно-медицинской экспертизы, нас известил об этом, мы с адвокатом пришли к суде с его незаконным постановлением, на что он попросил заявить ему отход, который он тут же на месте бы удовлетворил. На данный судебный акт мы подали жалобу в Бешкетский городской суд. При оформлении жалобы и направлении дела в вышестоящий суд судья Исиналиев просто банально украл свое постановление из материалов уголовного дела, которое он рассмотрел. Это заметила скандальная судья Бешкетского городского суда Воронцова и отказала нам по причине отсутствия предмета жалобы, то есть постановления судья Исиналиева. После возвращения дела в районный суд мы заставили судью Исиналиева вложить его постановление в материал уголовного дела и направить его снова в вышестоящий суд, где оно было отменено как незаконное. Перед проведением экспертизы от адвоката потерпевшей поступило предложение обмен встречного заявления о прекращении уголовного дела на расходы, понесенные Ниясбековым в размере 1 миллион 200 тысяч сомов, что на тот момент по курсу составляло 25 тысяч долларов США. Поскольку прекращение по встречному заявлению является нереабилитирующим и последующим могло бы повлиять на карьеру моих детей и мою в том числе, я категорически отказался. Проведенная повторная судебно-медицинская экспертиза, комиссионная, доказала факт аграбации симуляции потерпевшей, после чего Исиналиев приговорил меня к штрафу в 5 тысяч сомов к наказанию и прекратил уголовное дело по сроку давности. Исковые требования потерпевшей, знакомой Ниясбекова, сократив с 1 миллиона 200 тысяч сомов до 50 тысяч сомов, то есть в 24 раза, без каких-либо подтверждающих документов. Видимо, это была благодарность за свою работу, чтобы меня осудить и привлечь к уголовной ответственности. Генерал Ташеев сейчас заявляет, что мы знаем, что судьи берут взятки, но не можем доказать. Поэтому я и говорю, пригласите меня, генерал, на личный прием, вы требуете дела, мои документы, вы сразу поручите ГСУ возбудить дела в отношении судей, и будет тогда факт борьбы с коррупцией. Далее. Все оперативные номера Министерства внутренних дел Кыргызской Республики всегда проходят через финансово-хозяйственное управление, то есть которое их изготавливает и которое по рапорту выдает сотрудникам. Я описал об факте, что НИЭС Беков раздает незаконно-оперативные номера сотрудников милиции сотрудникам ОПГ в прокуратуру города Бишкек вместе с разрешениями на тонировку членам ОПГ. Далее. На Моссовете безызвестном, а точнее по адресу города Бишкек, улица Абдрахманова, 144, есть известное обменное бюро, принадлежащее уроженцам Монавского района, обратно в Таласской области. Выходцам рода Ачекей, так оно и называется, обменный пункт Ачекей. Ранее это было общежитие для сотрудников МВД, которые приватизировали братья Шер, Болот покойный уже, а его родной братишка Садык нынче посол во Франции. Ранее депутат партии Томикен, где, как вы знаете, в основном все выходцы Таласской области. В этом обменном пункте многие выходцы из Таласской области, кто занимается бизнесом, хранят свои денежные накопления, меняют деньги и переводят. В том числе, ранее хранилась семья Султановых. Алимбай Алимбаевич Султанов известен как сват президента Атамбаева, генерал милиции, уроженец села Джиде, Монавского района Таласской области. Его сын, Улан Алимбаевич Султанов, в настоящее время занимает должность, как вы думаете, службы борьбы незаконным оборотом наркотиков МВД друг и землякния Азбекова на два года его младше или на один год, там они считают погодки, да? После скандала с многочисленными задержаниями подчиненных ему оперативных сотрудников изгнона МВД, сотрудниками ГГНБ, единственный, кто по результатам необъективного служебного расследования службы внутренних расследований МВД не получил никакого ни уголовного, ни дисциплинарного наказания, стал данный полковник милиции. В 2016 году они по заявлению гражданина Османбекова, Алыбека, менеджера обменного пункта ЧК, родом из села Кызлджилд из Монасского района Таласской области, зарегистрировали сразу в ГСУ, Главном следственном управлении МВД, якобы по факту мошенничества, заявления в отношении меня, на которые министр внутренних дел на тот момент Джунуш Алиев Кашкар Астаханович поставил свой личный контроль, как будто это было массовое убийство или акты терроризма. Далее ихний земляк, уроженец Таласской области, уже бывший начальник ГГСУ МВД Умита Алиев Талант Джердегерович пригласил меня в ГСУ МВД для дачи объяснений по данному факту. Но после предъявления постановления прокурора Ченалиева и дачи объяснений, что машину, которую Ниасбеков не продал за 45 тысяч долларов США, на тот момент полковник милиции, а я передал в расчет Усмонбекову дешевле на 5 тысяч долларов США, Главное следственное управление было вынуждено вынести постановление об отказе возбуждения уголовного дела в отношении меня. По данным следств массовой информации, Ниасбеков был кошельком министра внутренних дел Джунуш Алиева Кашкара Астахановича, который известен скандальными событиями в селе Коэтаж в 2019 году, когда задерживали президента Атамбаева. Ниасбеков брал его служебный номер МВД 001М для установки на свой дорогостоящий джип или машину покойного отца. Кстати, многие не знают такой факт, а СМИ писали, что в тот момент, как Кулан Ниасбеков занимал должность начальника финансово-хозяйственного управления МВД, то его покойный отец Царствие Небесное в Мукамбеке был назначен начальником автотранспортного хозяйства, финансово-хозяйственного управления. И, видимо, ГСМ и не только туда поставлял ранее указанный дядя Малик. Покойный отец по данным СМИ тогда уже говорил об амбициях сына стать министром внутренних дел любым путем. И потом назначения пойдут через него. Об этом он постоянно говорил сотрудникам отдела безопасности ГАИ Бишкека, Чуйска и Талавских областей. После того, когда ГСУ МВД прекратил производство по заявлению Османбекова, я обратился в прокуратуру Перамайского района с заявлением, что бы допросили Ниасбекова и министра Джунушалиева Кашкара Стахановича по факту якобы причастности Ниасбекова к решениям суда об оправдании последнего, то есть Джунушалиева по факту злоупотребления должностным положением в 2011 году и выплате гонорара в размере 50 тысяч долларов США. Ответа прокуратуры Перамайского района, а также Джунушалиева Кашкара Стахановича по сегодняшний день не поступило. Далее всем известно о том, что между министром Тургамбаевым и начальником финансово-хозяйственного управления ФХУ МВД возникли разногласия из-за тендера «Безопасный город», в который проводились первый тендер был проведен с инвесторами из Российской Федерации, второй отдали китайцам, а также были результаты работы депутатской комиссии Джунушалиева по фактам мародерства во время революции 2010 года, который вынудил написать рапорт об увольнении по собственному желанию. После своего увольнения из органов внутренних дел Ниазбеков ко мне применил все какие возможно превентивные меры через подразделение службы судебных исполнителей Ленинского района. Арест моей квартиры, сторожевая карточка на выезд из Кыргызстана, запрет переоформления документов, прав, ЗАГСа, разрешение на ношение, оружие, все что можно. После того, как он проиграл выборы в 2015 году от партии Атамикен, по моей информации потратив порядка 150 тысяч долларов США, вот какие деньги у наших полковников милиции бывают, он занялся оценкой и реализацией моей квартиры. Вот по заявлению с вот этим валютчиком, Усмонбековым, Малый Беком, активное участие принимала моя их супруга Гаврила Вадария, которая, по имеющейся информации, была в близких отношениях с Незбековым после нашего развода. В 2017 году имеется подтверждающий документ, который я предоставляю в редакции, полковник, ну уже на тот момент гражданская лица Незбеков, проводит оценку моей квартиры в размере 3 миллионов 93 тысяч сомов США, поскольку деньги Незбеков всегда любят. Торги, назначил торги, но торги не состоялись, потому что никто не захотел с этой квартирой связываться и покупать. В 2018 году Незбеков проводит оценку моей квартиры уже в размере 3 миллионов 480 тысяч сомов США. Есть официальный документ, торги также не состоялись по его заявлению. В апреле 2018 года по данным СМИ, при помощи небезызвестного Матраимова, премьер-министр внутренних дел Джуну Шалееви, Кашкар Санатакановичи, Незбеков восстанавливается в МВД еще и, как вы думаете, в какой должности? В должности начальника отдела 7-го главного управления МВД Кыргызской республики, чтобы прессовать неугодных методами прослушки, слежки и прочих мер. 18-го июня 2019-го года возбуждается уголовное дело за номером 03-002-2019-00-92-46 по факту мошенничества в особо крупном размере совершенной группой лиц Скачкова, Гаврилова, должностные лица Оптима Банк, где я признан потерпевшим. 11-го июля 2019-го года судебный исполнитель Бегалиева объединяет исполнительное производство в Сводное и присваивает ему номер 204-9. 6-го августа 2019-го года своим постановлением упал намачивать должницу подозреваемую по уголовному делу провести оценку в размере 3 миллионов 235 тысяч США в агентстве напротив Оптима Банка, то есть, чтобы им хватило денег из Скачковой и не Сбекову. Во время судебного разбирательства на действие заданного судебно-исполнительной Бегалиевой не Сбекову и двум мошенницам стало известно расторжение договора дарения на эту квартиру между покойной моей матерью и мною. Применив коррупционный ресурс, не Сбеков находит в коллегии по гражданским делам Бешкерского горсуда судью Дембекову Миру Бабрбековну уроженку, как вы думаете откуда, Карабуринский район Таласской области, которая незаконно отменяет решение Ленинского районного суда 21 декабря 2017 года. Став министром внутренних дел 13 января уже 2021 года в бытность уже правления Сандыр Нургоджевича Джапарова не Сбеков данное решение узаконивает через Верховный суд и дело поступает в производство судей Дембековой как вы думаете уроженки Карабуринского района Таласской области, которая его не рассматривая списывает в архив районного суда. В августе 2021 года Следственное управление ГУВД города Бишкек прекращает уголовное дело в отношении двух подруг подельниц Ниасбекова, которые втроем писали апелляционные жалобы за отсутствием состава преступления. Во время проведения допроса заместитель начальника ГУВД города Бишкек Мирлан Насиров сейчас он возглавляет следствие ГУВД Пачуйской области открывает позорно хотя носит три звезды полковника открывает кабинет у следователя включает свой мобильный телефон и по ватсапу Ниасбекову транслирует мой допрос снимая меня со спины. Вот такие кадры работают в бытности Ниасбековой. Такие меры они применяют к нашим гражданам. Это при том, что я был признан на тот момент потерпевшим и данное постановление никем не отменено по сегодняшний день. В июне 2022 года после моего обращения в Совет Безопасности Генеральная прокуратура вынуждена отменять постановление следователя Следственного управления ГУВД и направляет его в Главное управление ГКМВ по городу Печкек производства Салмора Джумабекова Как вы думаете откуда уроженца? А вам абсолютно верно Карабуринского района Таласской области. Он чем известен? Тем, что Салмор Ниасбеков известен тем, что он является у Кульбала посаженным сыном небезызвестного Раима Матраимова который задержал по делу о коррупции своего крестного посаженного отца на заправке напротив ГКНБ и напротив той квартиры которая принадлежит Матраимову перевел его через дорогу и передал следствие А также он известен что его отец известный хирург Сабр Артисбеков Джумабеков является заслуженным хирургом Кардесской республики 9 месяцев данное уголовное дело не расследуется Ниасбекова не допрашивают Вот имеется постановление следователя об отказе допроса Ниасбекова При этом Ташиев и Джапаров постоянно говорят что неприкасаемых в нашей стране нет и Ниасбеков становится сватом нашего президента Садырна Гуджевича Джапарова 25 марта 2023 года заместитель генерального прокурора Султанов Улубектор Болотович это первый заместитель который курирует следствие всей республики а также оперативно разыскнули деятельность признает необъективность главного управления ГКНБ МВД и передает материалы в следственное управление прокуратурой города Бишкек дело поступает производству следователя прокуратуры Ленинского района Сатыбалдеева Эльзара Эльмурзиевича чей отец депутат Джугуркинеша Сатыбалдеев Эльмурзара Киевич является укулята то есть посаженным отцом дочери Кальбаева остается вопрос как он прошел спецпроверку при назначении на должность с доступом к секретным материалам соответственно он не стал привлекать к уголовной ответственности двух мошенниц которые также с неизбековым занимались отъемом моей квартиры отпустив после очной ставки здания прокуратуры 15 мая 2023 года после 6-ти месячного укрывательства преступления начальником УСО то есть это управление которое поддерживает обвинение в всех судах Генеральной прокуратуры Шукурбековым Азизом старший прокурор старший следователь по особо важным делам прокуратуры города Миштек Джапаров Султан возбуждает уголовное дело по факту незаконного проведения торгов по СССР и на сегодня являясь начальником отдела 8-го главного управления оказывает давление на следователей не направляя дело в суд 26 мая 2023 года угол номер 5 Угоды Пирамейского района обращаюсь я с письменным заявлением о принятии мер в отношении родственника одноклассника и земляка неазбекова гражданина Аширкул-Улу Кенджибека по факту легализации имущества полученного преступным путем на сегодняшний день после убийства Кальбаева это самая популярная статья 222 но в милиции она не работает она похоже только работает в отношении Кальбаевой только в зданиях ГКНБ и только под личным контролем генерала Аташиева на сегодняшний день несмотря на контроль министра внутренних дел после трех моих к нему обращений он контроль поставил лично неазбеков ни одного следственного действия за 6 месяцев нет генералу Аташиеву записывались на личный прием с 1 декабря 2022 года но начальник отдела службы собственной безопасности ККНБ Мусаев вместе с начальником главного управления ККНБ по городу Бишкек Джумабеков не допускают меня в интересах неазбекову на личный прием к Аташиеву 25 августа 2023 года я обратился на имя генерального прокурора Зулушева с ходатайством об отстранении неазбекова и Ашерхаджаева и Аркебека который является его заместителями курирующего следствия МПД что на время следствия их отстранили от занимаемой должности данный документ тоже здесь имеется на что прокурор 8 управления Суракматов Азад как вы думаете на день рождения неазбекову 28 августа 2023 года делает ему подарок направляемое заявление прокурору города Бишкек который отвод министра направил начальнику Вуды Ленинского района как вы думаете может ли начальнику Вуды Ленинского района своему генералу которому он отдает честь разрешить отвод и передать материалы по рапорту военную прокуратуру для объективного расследования в милиции такого не допускается получается что неазбеков используя свою многотысячную армию сотрудников милиции специальные средства для наблюдения фиксации преступления можно сказать простым языком который понимает простой народ зашугал генерала Зулушева Курман Култов Таралевича который боится меня в течение года принять наличный прием доказательства отсутствие надзора за единообразным исполнением законов взять дело того же скандального министра бельщинарея Валам Кадыра генеральный прокурор возбудил 7 уголовных дел в отношении него а неазбеков прекратил за отсутствие состава преступления при том что было краткосрочное решение свободы а ущерб государству в размере более полутора миллиарда сомов никто не оплатил на сегодняшний день прокурор Суракматов Фазад является братом осужденного за незаконное обогащение Суракматова Азиза экс-мэра столицы чье дело было прекращено за истечением срока давности и имеет доступ к секретным материалам узаконил обвинение и арест депутата Джогуркинеша Мадумарова а кто в отношении Мадумарова расследовал дело конечно неазбеков скандальное дело узников по Кимперабаду расследовал ГСО МВД под контролем неазбекова ждем судебного решения в производстве следственной службы УВД Ленинского района имеется еще одно уголовное дело по факту мошенничества особо крупным путем за номером 03001-2019-0023-29 по нашему заявлению УСО Тунгуч-Транс где я являюсь директором и учредителем по грузовой автомашине купленной у неазбекова в том же 2013 году в суд дело не передается ущерб не возмещается мы признаны потерпевшими но не указана сумма ущерба неизбекова боятся допрашивать и на данную машину следователи боятся назначать экспертизу оценки нашего ущерба шеф подозреваемого по данному уголовному делу письмакова Виктора директора УСО БВП Транс Буатаев Аделет содержится под стражей ГКНБ по легализации имущества Кальбаева и является сыном известного юриста Каликовой которая тоже известна своими рейдерскими захватами получается что в настоящее время неизбеков и две подельницы Скачкова и Гаврилова хотят повторно отобрать то что ранее уже отобрали и переоформили на земляка неизбекова ашерку Лулу при помощи снова Желенинского районного суда через судью Каримбаеву наше имущество попробуйте написать пост в соцсетях про наше руководство страны про Садыр Нургожевича про Камчаля Кадышаевича где-нибудь например в России вас быстро установят представительство МВД Кыргызской Республики Российской Федерации и экстрадируют максимум двое суток а то есть в течение суток и придадут суду зато в ведомство Ниазбекова на протяжении шести месяцев не может установить гражданку Скачкову Российской Федерации которая на судебном процессе хочет повторно завладеть моей квартирой Субтитры создавал DimaTorzok